добрый вечер дорогие друзья с вами Вадим Кус и сегодня мы поговорим о фене сделаем небольшую распаковочку и обзор а также сравним бюджетный фен и дорогой фен для домашнего использования и на распаковочке у нас сегодня будет вот такой вот замечательный фен производителя philips так серия bhd-030 draycard как-то так может быть неправильно произнес но я такой себе англичанин в общем это бюджетный фен стоимость его приблизительно там плюс-минус 10 долларов это совсем ничего в чем же в нем в чем же прикол этого фена в его размерах и в его нереальной мощности а еще плюс в том что здесь присутствует ионизация воздуха ну вернее ионизатор вот это конечно же огромный плюс так ну что давайте распакуем его потому что для стоимости посмотрим что у нас комплекте вообще входило в этот фен для такой стоимости те внутренности которые здесь это слишком я бы сказал шикарно потому что 10 долларов за то что они предлагают philips это китайский производитель у нас теперь он собирается в китае потом он идет в россию из россии уже к нам беларусь так давайте смотреть это у нас я так понимаю инструкция инструкция ну да я ее не буду разворачивать это это неинтересно это инструкция ее топку будем на плите газовой ой на электроплите будем костер развивать так что тут еще насадочка комплекте есть даже небольшая вот такая вот насадочка матовая симпатичная печатки не оставляет класс класс 10 долларов есть плюс-минус 15 долларов зависимости от того в каком магазине вы его покупаете но в целом где-то такая цена так чеки чеки мы сюда сразу спрячем это тоже чеки брал него электросили так что это у нас так опа смотрите ребята что у нас есть у нас тут даже положили сертификат кто не знает у нас беларуси не знаю как у вас кто не знаете кто где рассмотрим сейчас меня но у нас беларусь и теперь на все товары требуют сертификаты и производитель даже сделал сертификат копию и положил в коробку это здорово реально так сертификат ну и гарантийный талончик на год гарантия так давайте посмотрим сам фен вот такой у нас фен смотрите сразу же давайте посмотрим его преимущество что мне сразу же кинулась на глаза то что он во первых он маленький он маленький он реально маленький он очень похож на дорожный фен только разница в том что в дорожных фенах это во первых всегда маленькая мощность это первое второе там отсюда отсутствует тонизация воздуха и третье по моему там даже нету холодного воздуха да нет по моему холодного воздуха он просто дует теплым с мелкой мощностью этот же фен опять же он стоит как дорожный но в нем заметьте обратите внимание что мощность 2000 ватт 2000 ватт это если так сравнивать фенами для домашнего использования это практически один и должен быть из самых дорогих фенов потому что вот будем сравнивать дорогим фенов из производителя браун который стоил где-то порядка 70 80 долларов но реальная цена так себе немало да и вот в том тот фен на 2200 всего лишь ватт то есть на 200 ватт больше не знаю в общем он очень легкий сразу что не кидается опять же я его взял в руку он очень легкий дизайн его интересный получается присутствует ионизация ионизация далеко не всех фенах и что же дает ионизация кто не знает во первых волосы будут более гладкие более прямые ровные самое главное они не будут пушиться то что очень важно потому что после фена если кто знает бывает такой эффект что они электролизуются и потом такая вот шапка на голове вот но я думаю девушки узнают что такое а так давайте шивоп посмотрим подробно что тут вообще у нас есть 2000 ватт двигатель я уже сказал ионизация присутствует постоянно неважно какой воздух вы включите холодный горячий теплый средний она присутствует будет не даться воздуха здесь постоянно так по кнопкам получается два ползунка два ползунка на две позиции один на две позиции второй вернее на три позиции получается так один ползунок который у нас отвечает за воздух это холодный теплый и горячий воздух а второй ползунок отвечает за силу обдува это выключенном положении потом средняя скорость и максимальная скорость больше здесь ничего нету а если так подумать то наверное больше здесь ничего не надо единственное что на что я еще посмотрел что вот задняя задний фильтр который должен быть более закрыт потому что сюда могут попадать волосы короче сеточка здесь мне кажется слишком крупная это опять же минус вот и подача холодного воздуха нету кнопочки то есть какую-то позицию включил какой вот и будет исключил то среднем значит будет средний воздух среднего нагрева включил максимально нагрева значит будет максимально нагрев ключи surto холодный будет просто холодно то есть регулировать пальцем как это некоторых фенок бывают то такого нету что не и напоминает этот фен напоминает именно дорожный по его весу по его габаритам и по простоте вообще настолько просто что просто вот простая штучка простая игрушка так производитель вроде как китай я уже говорил да так в принципе мы все посмотрели касаемо шума я на это вообще внимание обращать не буду потому что все фены все фены даже профессиональные они все шумные вот мы сейчас не сравниваем по профессиональным каким-то качеством потому что те фены которые профессиональные у них совсем другие ценники у них совсем другие характеристики и требования в основном цена фена играет от от мощности двигателя и от качества того двигателя который стоит внутри вот этот фен я сейчас опять повторяю что где-то в районе 10 15 долларов стоит так давайте в общем все сразу плюсы и минусы первое плюс это вес и габарит это первый плюс второй плюс мощность двигателя 2000 еще раз повторяю ватт 2000 ватт вот в такой маленький фен 2000 ватт мощности засунули ручка не складывается как в дорожном фене но и не надо потому что он и не позиционируется как дорожный фен это обычный фен просто он маленький и легкий так что еще в нем также из плюсов это я считаю не за организация воздуха это очень хорошая вещь очень хорошие кто пользовался с ионизацией без тот знает так из плюсов что еще что есть переключение мощности собственно больше об этом фене ничего сказать я не могу но я обещал еще сделать обещал еще сравнить сравнить с более дорогим даже сказал бы не сами не более дорогим 1 верно из самым из дорогих фенов которые присутствуют для домашнего использована не путайте с профессиональным используем именно для домашнего потому что профессионально это с тем другая категория с профессиональным я сравнивать ничего не буду а именно я хочу вам продемонстрировать вот такой вот фен это у нас браун типа немецкий производитель хотя собирается он опять же в китае браун h7 сахтин h7 да вот на фоне этого будет этот фен стоит минимум где-то 70 долларов по моему у нас у вас может быть другие цены но я буду говорить конкретно по нашим ценам что же есть здесь этот вот сто 10 долларов этот 70 будем отталкиваться от этих цифр что же тут есть так также по насадкам в этом фене есть так такая насадка и массажка на массажку я не знаю я ее не нашел он это лежит вот ну обычная массажка здоровая такая байда с такими короче вот того чего нету в дешевом обдув ничем не отличается практически действительно тут какими-то вот лопастями но я бы не сказал что он лучше то же самое это даже не плюс так дальше что тут в этом дорогом фене в этом дорогом фене ионизация тоже есть и она включается и отключается отдельно зачем это было сделано без понятия это да просто просто деньги это просто засунули сюда кнопочку с лампочкой добавили еще пару десятков долларов так себе удовольствие и вообще не понимаю зачем дальше также два переключателя по скорости такое же положение получается холодный воздух теплый и горячий и и и и сила воздух и сила самого обдува выключенном состоянии и в среднем и максимально еще преимущество этого дорогого фена в том что холодный воздух может подаваться нажатием на кнопочку то есть есть вот такая кнопочка на него нажимаете максимальный допустим нагрев горячий максимальный когда становится совсем совсем горячо вы просто нажимать на кнопочку она начинает обдувать холодным пускать опять горячим типа простое использование но опять же почему цена такая большая у него во первых он тяжелый производитель сюда говорит что здесь очень крутой двигатель стоит который выдержит просто все вот который не перегорает ничего с тем не становится размер его понятное дело больше вес его больше задняя сеточка это конечно преимущество это большой плюс потому что здесь сеточка полностью спрятана от возможности вообще попадания волос туда внутрь но тут настолько мелкая плюс там еще сзади стоит вот видите как она мелкая и здесь еще сетка волос туда практически не не попадает вот но вот это вот такое видите что это за погремушка так вот рассказываю все постоянно делают упор на двигатель то сгорают двигатели но толку от этого двигателя толку от этой переплаты за двигатель когда вот вот в этом вот фене сломалась вот это вот пластмассовый обдуватель который стоит внутри просто вот вот просто вот вот толку от двигателя ты платишь огромные деньги за него ты плачешь за этот бренд за вот эту надпись brown там как бы немецкий производитель в итоге двигатель как бы выдерживают но зато ломается вся пластиковая блин фурнитура которую вокруг находится но так себе удовольствие мощность вот этого вот фена 2200 ватт 2200 это максимальный который он может выдать то есть вот этот вот дешевый дает 2000 ватт это 2 200 это стоит 10 долларов стоит 70 как сказать что вы видели насколько намного конечно но все равно он кунтал он толще он толще намного этот фен 7 намного толще он чуть длиннее по моему даже да он даже не чуть длиннее нормально длиннее он тяжелее но он сломан при том самое смешное что сломано здесь вентилятор это пластиковый вентилятор который просто высох и рассыпался внутри я конечно был в шоке от этого поэтому ребята думайте стоит ли вам переплачивать не вижу разницы между этими двумя фенами вообще практически не вижу мощность двигателя это достаточно застойно себя показывать потому что 2000 ватт 72200 этот легче этот тяжелый здесь и ионизация и здесь она тоже есть единственное что здесь нету это вот это вот кнопочки дурацкой которая дает холодный воздух здесь придется включить его и он просто будет холодным постоянно вот все за что переплачивать не знаю я них я не пытаюсь захейтить браун я люблю немецкую технику у меня все немецкое практически дома вот и фен у меня тоже был немецкий пока я совсем вот не разочаровался в нем полностью пока я в нем не разочаровался так что ребята думайте сами что вам лучше но я считаю что нет смысла переплачивать в четыре раза дороже покупая просто фирму который в итоге все равно покажет показывает себе не самым лучшей стороны вот пусть вот этот вот дешевый за 10 долларов даже сгорит пускай там допустим двигатель откажется работать не знаю через два года он просто сгорит но это 10 долларов вы пойдете купить еще один такой же и он еще будет два года работать а вот этот он и четыре года нет работы понимаете это 70 долларов так что ребята не переплачивайте деньги есть очень хорошие заменители дорогих фенов при том для домашнего использования я считаю что вот эта вот малютка просто будет идеально подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ставьте колокольчики пишите комментарии что понравилось что не понравилось может какие то вопросы у вас появились ко мне по использованию одного или второго фена потому что один и вторым я уже пользовался браун у меня уже пользовался наверное года четыре этот вот только-только купил я вам отвечу на все ваши вопросы что вас будет интересовать пишите мне пожалуйста лайки лайками комментариями любые комментарии пишите я буду вам всем очень рад сейчас мы расправляемся и я пойду снимать следующие распаковочки следующий обзор до скорой встречи пока